В северной сирийской провинции Эр-Рак, коалиция курдских и арабских отрядов, демократические силы Сирии, продвинулась в боях против террористической группировки «Исламское государство». При поддержке США ей удалось отбить у боевиков несколько деревень и селений близ города Айн-Иса, что в 30 километрах к северу от города Ракка, считающегося столицей исламистов Сирии. Ранее поддержку наступающим под Раккой демократическим силам оказывала и российская авиация. В то же время боевики террористической группировки «Исламское государство» объявили о захвате ливийского города Бен-Жавад вблизи ключевого нефтяного порта страны. Об этом сообщил телеканал «Франс-24». Ранее стало известно, что боевики «Исламского государства» совершили нападение на КПП на подъезде к порту «Эс-Сидр». Террористы вступили в перестрелку с охраной и подорвали начиненный взрывчаткой автомобиль. «Эс-Сидр» им не удалось захватить, однако они вошли в Бен-Жавад. Установлена личность ребенка, представшего в видеоролике террористической группировки «Исламское государство», где запечатлено убийство пяти человек, якобы шпионивших на Великобританию. Издание Daily Telegraph сообщает, что говоривший с британским акцентом малолетний мальчик, одетый в камуфляжную форму и носивший такую же головную повязку, как и взрослые члены группировки, Иса Дейер, четырехлетний сын фанатичной исламистки Грейс Хадиши Дейер, бывшей жительницы Лондона. По информации британского издания, 24-летняя Грейс Хадиша Дейер выросла в христианской семье нигерийского происхождения и ходила в католитическую школу, но попав под воздействие экстремистской идеологии, через интернет стала посещать исламский центр в лондонском районе Льюисхэм. В 2012 году она уехала в Сирию, где вышла замуж за принявшего ислам шведа по имени Абу Бакр. Израильская артиллерия обстреляла юг Ливана после того, как на границе Израиля взорвалась мина. Об этом сообщает информационное агентство Эл-Ватания. По данным РИА Новости, всего израильская артиллерия выпустила не менее 50 снарядов. Под обстрел попали районы вблизи населенного пункта Вазани. По мнению экспертов, вылазку совершили бойцы шиитской милиции Хезболлах. В конце декабря из-за смерти активиста Хезболлах с территории Ливана на север Израиля были выпущены три ракеты. По мнению израильских военных, они были выпущены как месть за гибель в Дамаске Самира Кунтара, активиста движения Хезболлах. По мнению экспертов швейцарского банка UBS, нефть может протестировать новые минимумы в ближайшие 6 месяцев на фоне сохраняющихся излишков предложения на мировом рынке. После этого заметное снижение добычи в ряде стран может подтолкнуть цены выше. Об этом в интервью телеканалу Bloomberg сообщил Доминик Шнайдер, глава аналитического отдела по сырьевым и валютным рынкам UBS World Management в Гонконге. Тем временем нефтяные фьючерсы начали в 2016 год с заметного роста из-за обострения напряженности между ключевыми странами в сунницко-шиитском противостоянии на Ближнем Востоке. Саудовская Аравия и Бахрейн заявили о разрыве дипломатических отношений с Ираном. Мировой ущерб от природных катастроф в 2015 году составил 90 миллиардов долларов, что является минимальной суммой с 2009 года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на оценку страховщика Муничре. В 2014 году ущерб составил 110 миллиардов. Отмечается, что из-за природного феномена Эль-Ниньо активность штормов в Северной Атлантике снизилась в минувшем году, а тропические циклоны чаще всего приходились на регионы с низкой плотностью населения. Кроме того, сократить ущерб помогли принятые правительствами защитные меры. По оценкам Муничре, в 2015 году страховые выплаты в результате природных катастроф составили 27 миллиардов долларов против 31 миллиарда годом ранее. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Казак сообщил, что решение президента Владимира Путина о начале поставок газа в город Геническ, Херксонской области Украины, выполнено. По его словам, газ начал поступать с территории Крыма. Ранее сообщалось, что по просьбе мэра Геническа президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос о возможности поставок газа из Российской Федерации. Напоминает ТАССМ, более полутора тысяч жителей Геническа остались без газоснабжения из-за понижения давления на коммунальном газопроводе, вызванного сильными морозами и ограниченной мощности по добыче газа стрелкового месторождения. В Караганде ликвидируют повреждения магистральных теплосетей, сообщили накануне агентству Интерфакс Казахстан в городском Акимате. Минувшей ночью большегрузный автомобиль столкнулся с магистральным трубопроводом М3Б, вследствие чего из-за возникших повреждений 300 многоэтажных жилых домов остались без теплоснабжения. По данным пресс-службы Горакимата, произведено отключение поврежденного участка подающего трубопровода данной магистрали диаметром 820 мм. После ремонта трубопровода будет произведено переключение с обратного трубопровода на подающий. До этого времени сохранится ухудшенный гидравлический режим, добавили в пресс-службе. Накануне в двух районах Актюбинской области из-за снегопада объявлен режим ЧАЭС. Эвакуированы почти 500 человек, сообщает Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД РК. При проведении аварийно-спасательных работ спасено 177 человек и эвакуировано 454 человека. В том числе в Актюбинской области спасено 173 человека, эвакуировано 454 человек. В Атараусской области спасено 4 человека. В Храмтаусском и Каргалинском районах Актюбинской области объявлен режим ЧАЭС местного масштаба, говорится в сообщении ведомства в понедельник. Кроме того, в Кокпиктинском районе Восточно-Казахстанской области сохраняется режим ЧАЭС местного масштаба. Это все новости к данному часу. За развитием событий следите на нашем сайте 3w.rikotv.kz Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова